Приветствую всех денимхедов, джинсоманов, любителей настоящей классической джинсы. Как видите, сегодняшний гость, виновник торжества, вот эти уже многим хорошо известны. Моделька джинсов Montana 164 Unwash, которая существует уже не первый день. Многие из вас их, конечно, знают. Я уверен, что многие из вас носят такие джинсы. Но только сейчас они появились в ассортименте винтажной лавки. Я их включил буквально с сегодняшнего дня. Потому как эти джинсы очень гармонично подходят в концепцию моего ютуб-канала, интернет-магазина винтажная лавка, который создан, как вы многие знаете, в поддержку данного ютуб-канала. Итак, сегодня я вам буду показывать эти джинсы. Естественно, мы их будем сегодня сравнивать и с рейнгерами, и с классической Montana 140 Unwash. И объясню вам, почему эта модель очень гармонично вклинивается и очень гармонично смотрится в ассортименте винтажных классических джинсов, которые мы любим в большинстве своем вместе с вами. Итак, Montana 164 Unwash. Эта модель не является, как таковой, прямой реконструкцией старых винтажных джинсов. В отличие от модели 140 Unwash с замками. Тем не менее, она унаследовала все черты, все классические традиционные черты настоящих джинсов, которые мы знаем по 80-м годам, по 70-м годам эпохи СССР. То есть, практически в них собраны все основные вкусности, за которые мы любим классические джинсы старого образца, так сказать. И сейчас мы пошагово все это с вами рассмотрим. Итак, наблюдаю я за ними давно. И, наверное, решающим шагом было то, что один из моих коллег сказал, слушай, вот я такие джинсы уже ношу не один год. Как же нравится мне, как они запиливаются, как они контрастно пилятся. И он их сравнил с Rengler. Говорит, вот знаешь, Rengler, та же 13-я модель, как-то небыстро, вяло контрастит, стареет. Ну, настареет, конечно, она благородно со временем, но не так быстро, не так контрастно, как хотелось бы. А вот, говорит, есть джинсы Montana 164 Anwash. Вот это да. Вот здесь, конечно, красота красивая, как они будут красиво фейдиться. Причем это будет происходить гораздо быстрее, чем с джинсами Rengler. Ну, тут я на них обратил внимание и решил, правда, спустя, наверное, год, добавить их в ассортимент витажной лавки. Итак, естественно, мы, конечно, с вами займемся сейчас прежде всего денимом. С какого денима они сделаны? Так, ну, должен вам сказать, что здесь заявлено ломаная саржа, так называемая broken twill, или как еще в простонародье ее называют елочка, который многим из вас хорошо известен по джинсам Rengler. Это тоже broken twill, ломаная саржа. И вот Montana решила в свой ассортимент включить одни джинсы, которые именно из такого же денима. Заявлено здесь 13 унций на ярто, насколько я понимаю. И сразу, не отходя далеко от сравнения, давайте сразу их сравним с денимом от джинсов 47-х, 47 MWZ. Многим из вас тоже, естественно, хорошо известны. И вот посмотрите, вот посмотрите, в чем разница. Вот сразу бросается разница в тоне. По сути, из всех джинсов изломанной саржи, наверное, это самые темные по тону джинсы, которые мне приходилось видеть. И на ум мне здесь приходит только одно сравнение. Вот знаете, раньше были такие старые джинсы гонконгские, кстати, очень популярные, которые привозили из Афгана. Я имею в виду джинсы марки Ленис, Маршал, ну еще какие-то, да? Которые, в общем-то, имели очень-очень темные деним изломанные саржи. Такие же у меня когда-то были на продаже пару раз. И вот знаете, они вот по тону именно точно такие же, как вот эти джинсы 164 Anwash от Montana. Вот, ну, смотрите сами. Я думаю, несмотря на все искажения, камера все равно как-то показывает различия в тоне. Ну, на один-два тонна, ну, как минимум. Это при том, что 47-я модель вообще является одной из самых темных. Вот, посмотрите. Причем, обратите внимание, точную нить видно здесь гораздо меньше, чем на 47-й модели. И джинсы вообще из себя представляют такое вот темное-темное, такую заливку, темное однородное полотно. Ну, насчет текстуры могу сказать, да. А вот, я думаю, вы видите, да. Очень хорошо видна разница. Не говоря уже о джинсах 13-й и 936-й модели от Rengar. Посмотрите, если подприглядеться, сразу видна очень характерная разница. Montana 164, посмотрите, они насколько такие глубокие, глубоко выкрашенные нитью. Такой, ну, почти черный, такой синий-черный, еще называют его чернильный индиго. При всем том, что 13-я модель, она такая темно-синяя. Видите разницу? Вот. Это я сравниваю специально для того, чтобы вам было от чего-то оттолкнуться, для того, чтобы сделать вывод. Итак, что касается плотности, заявлено 13 унций на ярд, но вот даже на ощупь, если их не взвешивать на электронных весах, например, я даже на ощупь по своим тактильным ощущениям могу сказать, да, они действительно несколько менее плотная ткань, чем на тех же 13-х и 47-х. Здесь меньше в ней изначально крахмала, они более такие податливые, их приятнее будет носить сразу, в отличие от тех же ренгеров, в которых много крахмала. То есть, они, можно сказать, сразу купил, сразу одел, пошел. Не нужно их замачивать, вымачивать. Это сразу достаточно комфортные джинсы. При всем том, что, обращаю ваше внимание, что 164 УНВ не просто так. Это тоже, друзья, джинсы в Риджете, Анвош, то есть, ничем не обработанные, не прополощенные, так же, как и джинсы Ренглер. Просто в них изначально меньше крахмала, они несколько менее плотные, то есть, 13 унций в отличие от 14. И ткань, конечно, здесь тактильно поприятнее, но это все тот же Риджет Анвош. Вот эта фишка, то, что они сделаны из брокен твил, Риджет Анвош, является их самой главной характерной чертой, что отличает их во всем ассортименте джинсов под маркой Монтана. И вот вторая фишка, которую я вам уже озвучил, естественно, у меня самого нет опыта их ношения, но, как говорят люди, пилятся, фейдятся, они гораздо быстрее, гораздо контрастнее, чем те же Ренглеры. Многие из вас, кто носил вот эти вот гонконговские джинсы Леннис или Маршал, они знают, как они красиво, контрастно и быстро фейдились, в отличие от тех же Ренглер американских или мальтийских. То есть, вот у них очень-очень много сходства по своей ткани с джинсами Гонконг 80-х, вот этими Леннис, Маршал, которые я уже назвал, и некоторые другие. То есть, вот эту характерную черту модели 164 Unwash можно вполне себе приписать в заслугу к этим джинсам. Итак, давайте теперь поговорим о крое этих джинсов. Ну, неспроста я достал сейчас такой же размер от 13 модели Ренглер. 47-ю модель мы убираем, потому что она, в общем-то, уже поучаствовала на сравнении ткани, денима. Ну, вот что вы можете найти в спеках, ну, в характеристиках интернет-магазинов вот этой модели 164, оно, я считаю, в общем-то, несколько расходится от того, что есть на самом деле. И поэтому мы сейчас с этим будем с вами разбираться. Естественно, эти джинсы я уже успел примерить, успел сделать свой вывод. И напрашиваются вот такие замечания. Ну, первое. Везде проскакивает такая мысль, что эти джинсы, они являются слимовыми. То есть, они идут в обтяг на бедрах, они идут прямые и широкие к низу. На самом деле, это не совсем так. Дело в том, что вот если даже я сейчас буду делать замер, мы быстро придем к несколько другим выводам. И вот чтобы не быть голословным, давайте проведем этот эксперимент с линеечкой, как положено. Вот смотрите, у нас здесь сейчас 34-й объем. Делаем замер. И вот первый сюрприз, который нас ждет, это полуталия 42, в отличие от ожидаемых 44 сантиметра. Ну, вот еще раз, смотрите, я прикладываю 42. То есть, мы, по сути, вместо 34-го размера имеем, ну, скорее 33-й размер. Это происходит от того, что талия, талия у этих джинсов, видите, она имеет такой хорошо выраженный клин вверху. Еще его называют бутылочное горлышко. То есть, джинсы реально у нас вот такие, получается, в поясе приталенные, имеют выраженный клин. Как я повторюсь, вот это самое бутылочное горлышко. И он очень такой, вот знаете, хорошо выраженный. Из-за этого у нас идет некая такая вот изначальная просадка в размере. Это и вы должны запомнить. То есть, где-то примерно на пол или даже на размер, я считаю, можно брать по талии больше. Но всегда, конечно, желательно делать замер. Итак, вторым моментом является то, что указывается, что этих джинсов якобы высокая посадка. Давайте померим. Ну, посадка 30. Она абсолютно точно соответствует 13-й модели джинсов от Wrangler 13MWZ. Вот давайте специально я их тоже разложу рядышком. Сделаю замер высоты посадки. Для многих это важно. Вот здесь на 13-х даже 31, имейте в виду. То есть, у них посадка даже несколько меньше, чуть-чуть, чем у 13-х моделей. Теперь давайте посмотрим, что же у них в бедрах. Промерим середину бедер. Здесь у нас идет 52. И внизу бедер у нас идет 57. То есть, вот уже сейчас мне, например, понятно, что ни о каком слиме здесь речи идти не может. Это не слимовые джинсы. Это regular джинсы. И чтобы быть вот еще более как бы иллюстративным в своем утверждении, давайте так же я делаю замер 13-х Wrangler'ов и попробуем сравнить объемные характеристики бедер. Что у нас тут получится? Мерим сит, так называем, 51. И измеряем бедра у гульфика. Вот смотрите, друзья. Здесь мы имеем те же 56-57 сантиметров. Это у нас практически аналог 13MWZ от Wrangler, которые не являются слимовыми, а являются, так сказать, настоящим классическим regular fit. То есть, ни о каких слимовых бедрах речи здесь идти не может. И поэтому я считаю, это важное уточнение, которое вы можете иметь в виду, когда просматриваете характеристики на интернет-магазинах, где пишут, что именно они плотно сидящие в бедрах. Это не так. А представьте, если вы возьмете еще на размер больше, если, например, у вас талия, скажем, 34-го размера, то вам я бы, может быть, и порекомендовал бы 36-й брать, потому как здесь, как мы выяснили, у нас на размер талия меньше. То там бедра у вас еще, получается, будут шире. То есть, они, в общем-то, являются таким нормальным, таким regular fit. Вторым моментом, который мне приходится слышать, что джинсы являются чуть ли не bootcut. То есть, якобы внизу у них, вот знаете, такой вот, ну знаете, bootcut расширение книзу. Давайте померим. Все легко проверяется. Здесь у нас, друзья, 22 сантиметра внизу. То есть, ни о каком bootcut речь не идет. Это просто прямые классические джинсы. Если будем сравнивать клин у модели 13MWZ, вот даже если мы вот просто их приложим, то мы получим практически идентичный клин. Вот смотрите сами. Ну, может быть, может быть, где-то полсантиметра разница. Давайте вот линейку приложу, 21. Ну, да, получается, что клин у них на один сантиметр больше, чем у 13-й модели. Этот момент тоже обязательно нужно учитывать. То есть, это все-таки не bootcut. Это просто классические прямые джинсы regular straight. Вот так бы я их назвал regular straight со средней посадкой. Так было бы гораздо точнее. Итак, давайте теперь разберемся с тем, какова сборка этих джинсов. Посмотрим, развернем их со всех сторон. Посмотрим, какой у них дизайн. Итак, ну, первое, что бросается в глаза, это беззамковая модель. Эта модель уже идет без отсылок к 80-х годам, в отличие от тех же 140 Unwash. То есть, это никакая не реконструкция. Эта модель все-таки более такая современная. Но в то же время, вы уже сейчас можете сделать вывод, что модель абсолютно по всем своим характеристикам, она во всем пересекается с кроем, с силуэтом, с тканью, именно винтажных джинсов из 80-х годов. Ну, ладно, идем дальше. Мы здесь видим такие вот карманы, как у Ренгера, извиняюсь, не как у Ренгера. Вот этот флажок оранжевый у них сделан, пришит к кромке кармана. Ну, на карманов уже, естественно, вы видите хорошо вам знакомую букву М. Здесь у нас идет несколько более темный такой вот патч. Он, конечно, не кожаный, но весьма-весьма напоминает кожу. Здесь идет у нас гравировочка М. Монтана. Ну, такой красивенький, в общем-то, неплохо он выглядит. Ну, я думаю, тут, наверное, все понятно. Три шлевки сзади. Вот, в общем-то, достаточно все лаконично, аскетично. Давайте их перевернем, посмотрим, что тут. Вот, здесь у нас идет часовой карман. Часовой карман очень красиво пришит вот этот вот тап кожаный. Как вы можете видеть, тоже с гравировкой Монтана. У нас идут вот такие вот спереди клепочки, такие вот, знаете, темная латунь, как я понял, вот это вот. Здесь также есть гравировка. Вот, обратите внимание, их тут с правой стороны аж четыре клепки. Они не бросаются в глаза, но когда будут обтираться, они будут очень контрастно выглядеть. Здесь у нас идет пуговица Монтана. Причем, обратите внимание, она отличается от той, что на Монтана 140 анвош. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас тут есть. Пуговица достаточно тугая. Пуговица достаточно тугая. Так. Здесь у нас, друзья, молния идет. Молния и кикей, кстати сказать. Еще раз показываю вам пуговку. Так, обращаю ваше внимание на тег поясный. Их тут два. Один вшит в пояс, один, значит, у нас идет под поясом, где указывается название модели. Обратите внимание, здесь еще идет информация КЭОТЭК, так называемый. В поясной этикеточке у нас идет указание модели 164 анвош. Но я думаю, по картинке вы сами можете видеть, что тут присутствует. Давайте посмотрим на сборочные швы, какие тут есть. Ну, вот вы сами можете видеть, здесь вот у нас идут... Кокетка идет в замке. Запошивочный шов идет также на соединительном шве. Все это оранжевая яркая нить идет. Естественно, здесь все идет восьмерочка у нас. Так, здесь у нас идет мешковина кармана. Ну, в общем-то, во многом мы все это вот с вами ко всему этому, можно сказать, привыкшие. Значит, хорошим поводом показать вам нить денима. Вот она мне как раз сейчас попалась на глаза. Обязательно вам ее покажу. Вот смотрите, видите, белая сердцевина у нити денима. О чем это говорит? Это говорит о том, что краситель индиго, краситель индиго, он находится только снаружи нитки, а сердцевина белая. Вот именно эта важная особенность появляется, когда красят, значит, нити, хлопковые нити канатным способом. Именно вот это обстоятельство позволяет джинсам красиво затираться, когда у вас снаружи нити будет, значит, теряться краситель индиго, а сердцевина оставаться белой. То есть, у вас будет очень красивый фейд. Вот смотрите, я их кручу буквально несколько минут вот на виде, у меня руки уже стали осенеть от индиго. Обращаю ваше внимание, очень-очень густой, очень плотный выкрас идет нити индиго. Обратите внимание, даже руки у меня уже синие, как вот на старых джинсах из 80-х годов. Вот на индийских такая тема была, друзья. Очень-очень темный выкрас нити, но тем не менее сердцевина здесь белая. Это очень важно. Специально заостряю ваше внимание на этом. То есть, это говорит о том, что джинсы будут фейдиться контрастно, правильно и быстро. Итак, давайте посмотрим брючину. Она у нас осталась из сборки. Здесь мы видим, значит, два шва. Сшиты они так же, как на старых джинсах Ли. Здесь на брючинах нет запошивочных швов. Но, с другой стороны, вот это обстоятельство будет и очень понравится тем людям, которые любят джинсы ушивать. Вот здесь у вас, друзья, полный простор для того, чтобы носить коррекцию в силуэт штанины. То есть, вы можете их заужать к низу, делать какой-то клин, поскольку штанина прямая, кто-то это не любит. И здесь, друзья, у вас абсолютно развязаны руки. Вы можете экспериментировать. Пожалуйста. Но, на самом деле, я бы не вносил каких-то таких резких коррекций вот в этот вот, так сказать, в зауживание джинсов. Просто будьте во всем в меру. Но такая возможность здесь есть. Это намного проще сделать, чем на джинсах 140 анвош. То есть, вот это будет приятным обстоятельством. Во всем остальном, могу сказать, что эти джинсы достаточно современные. Джинсы достаточно красивые. Вот именно для тех людей, которые не хотят иметь джинсы с замками. Кто-то, например, не любит, когда они обдирают обивку сидений их автомобилей. Здесь такого не будет. Здесь все, в общем-то, сделано лаконично и вот без этих замков. Ну, я надеюсь, какие-то главные моменты я вам, друзья, указал. Единственное, наверное, что стоит также учесть. Вот, например, из того, что я вижу, штанина сама, так называемый инсим, длина штанина, здесь имеет некий запас, в отличие от тех же 140. Вот я, конечно, не смогу вам сейчас все это промерить, чтобы вам было видно на видео, но могу сказать, что у них запас где-то примерно 2 сантиметра. Если у той же 140-й инсим идет где-то примерно 80 сантиметров в 32-й ростовке, то здесь он идет 82. 2 сантиметра идет на запас. Да, действительно, я слышал вот такую особенность, что джинсы также дают приличную усадку по длине, поэтому вот 32-ю ростовку рекомендую для роста до 180 сантиметров. Здесь вот будет запас 2 сантиметра на усадку, которого, я думаю, будет вполне достаточно. Естественно, эти джинсы у меня появились в каталоге винтажной лавки, так что ссылочку обязательно я размещу под этим видео. Вы, значит, тех, у кого 32-я ростовка, сможете купить уже ее сейчас. Там буквально выложены несколько размерных рядов от 31 по 38. В 32-й ростовке пока только они у меня. Поэтому у кого рост до 180 сантиметров, милости прошу. Эти джинсы стоят несколько подешевле, чем Монтана 140-я, так что тоже для кого-то это будет приятным обстоятельством. И не забывайте, что в винтажной лавке еще остались некоторые старые запасы со старых времен. Вот, например, из 47-х остались одни-единственные в 38-м размере. Заберите их, пожалуйста, у кого такой размер, потому что больше их поставок не намечается и не планируется. Также обращайте внимание на другие модели от Rengor, потому что они последние. Кто успел, тот не опоздал. Ну, а насчет модели 140 Unwash, я думаю, поэкспериментировать с ними точно стоит. Если они вот так классно фейдятся, особенно люди, которые любят Broken Twill, темно выкрашенный Indigo, такой вот плотный, темнющий, то я думаю, друзья, для вас это очень хорошее будет для многих альтернатива джинсам Wrangler, потому как, в общем-то, ну, очень-очень много у них вот таких вот пересечений. И вполне себе могу назвать эти джинсы такими вот, знаете, вполне себе могу назвать их, ну, скажем так, прообразом старых винтажных штанов из 70-х, 80-х годов. Специально я делаю на этом акцент, потому что таких, которые производятся по сегодняшний день, осталось, ну, буквально по пальцам пересчитать. Это Rifle 140 Montan, вот это 164. То есть, сами понимаете, выбор весьма-весьма невелик. И вот мы все это с вами по крупицам ищем, по крупицам собираем, и я вам их вполне могу рекомендовать. Ну, а на сегодня пожелаю вам всего хорошего и до новых встреч!